Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Можно сказать, что коррупция – это одна из острейших проблем в нашей стране. Она препятствует как минимум экономическому росту, в том числе и в нашем городе. Покой борцам с этим негативным явлением только снится. На минувшей неделе в мэрии городского округа обсудили противодействие коррупции. 27 января в здании администрации городского округа состоялось заседание антикоррупционной комиссии. На собрании присутствовали первые лица города, официальные лица – представители Совета ветеранов, образования, средств массовой информации и представители прокуратуры. Организация деятельности по противодействию коррупции в соответствии с федеральным законом о противодействии коррупции придается все большее значение. В составе аппарата Международного совета общественной безопасности создан отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений и реализации антикоррупционной политики. Мы уже ощутили активность этого отдела, направляем отчеты, получаем указания. Все ответы в работе мы направляем в Международный Совет. Я считаю необходимым поручить кадровой службе администрации провести дополнительные занятия с муниципальными служащими по соблюдению запретов и ограничений. Такую же работу надо реализовать с депутатами Совета, а также во всех муниципальных предприятиях и учреждениях. Прошу членов комиссии инициировать работу на местах в своих структурных подразделениях и учреждениях. Члены комиссии отчитались о выполнении мероприятий комплексного плана по противодействию коррупции. Во всех сферах задача обширная, она требует системного подхода. Поэтому так важно взаимодействие органов власти, силовых структур и гражданского общества. Организация деятельности по противодействию коррупции в нашем городе придается большое значение. По словам главы администрации, в 2016 году выполнен большой объем мероприятий. Также выразили надежду, что в следующем году планка не упадет. Но есть, конечно же, и минусы. Это коснулось, например, общего школьного образования. Первая в этом году информация прокурора, Евгения Михайловна об этом сказала, она на самом деле свидетельствует о низком уровне организации работы по противодействию коррупции в учреждениях образования. Предлагаю решением комиссии поручить руководителю правильного образования Марине Геннадьевне Коротченко принять меры по устранению выявленных прокурором нарушений. А заместителю главы администрации по социальной кадру политики Натальи Михайловны организовать надлежащую работу во всех организациях и учреждениях на территории городского округа города Коммертага. Борьба ведется по всем направлениям. Так, в ноябре 2016 года по поручению главы администрации прошел социологический опрос. Основной целью являлось выявление и оценка восприятия населением проявления коррупционной деятельности органов власти и органов местного самоправления. По результатам опроса был составлен перечень мер по борьбе с коррупцией. На минувших выходных в одной из городских школ всежелающие могли сдать пробный ЕГЭ по русскому языку и математике. Процедуры полностью дублировала настоящий экзамен. На входе установлен металлодетектор, на этажах глушители сотового сигнала. Всего в пробном экзамене приняли участие 143 человека. В одном из пунктов сдачи государственных экзаменов в субботу было оживленно. Вход строго по паспортам. После регистрации, прохождения проверки через рамку металлодетектора, дополнительная проверка документов. Все вещи остаются в фойе у дежурного. Брать с собой телефоны запрещено. Впрочем, воспользоваться мобильниками и не получится. В пункте сдачи экзамена включены приборы подавления сотовой связи. Так, в соблюдении всех условий настоящих экзаменов были организованы пробные тестирования. Принять участие в данном мероприятии могли все желающие. Среди участников процедуры как школьники, так и родители, преподаватели и пенсионеры. Интересно попробовать, останусь ли я, ну, задать экзамен в ЕГЭ, оставаться ли мне до 11 класса, попробовать свои силы, проверить их, как будет. Самому интересно испытать это. Я учитель математики, бывший. Ну, вчера посмотрел по газете, объявление было, что желающие. Решил попробовать учу. Ну, хочу на себе испытать, что испытает наш ребенок, как узнать, что какие там задания, как вот это все. Ну, впечатление, ну, мне кажется, пока спокойно. А там, как будут задания, не знаю дальше. Репетиционное тестирование состояло в соблюдении всех требований основного государственного экзамена. В пункте было задействовано 12 аудиторий. Согласно инструкции, экзаменующиеся рассажены в шахматном порядке по одному человеку за партой. Ровно в 10 часов после звонка открывается конверт с контрольно-измерительными материалами. По словам экспертов, они по уровню сложности соответствуют тестам основного экзамена. Подобные тестирования ежегодно организуются отделом образования. Его цель – апробация процедуры ЕГЭ. Это в некоторой степени поможет снять психологическое напряжение у выпускников и родителей, и отмечают специалисты. Как известно, знание самой процедуры экзамена, его организация – это уже половина успеха. Поэтому, конечно, основной целью является то, чтобы организовать сегодняшнюю процедуру, максимально приближенной к реальным условиям. Всего в тестировании приняло участие 143 человека. Из них учащихся 9-11 классов – 96, родителей – 32, учителей и директоров школ – 16 человек. О результатах пробных ЕГЭ будет известно позже. Айгуль Мухамедшина, Владимир Кузьмин. Новости. На минувших выходных Кумертау принял спартакиаду и чемпионат Башкортостана по лыжным гонкам среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Команду городского округа представляли 10 спортсменов. Кому из них удалось занять призовое место, знает Айгуль Мухамедшина. Несмотря на морозную погоду, участники приехали даже из самых отдаленных городов и районов республики. Всего 28 человек. Это спортсмены из городов Уфа, Салават, Белебей, Мелиус и Глинского района. Команда города Кумертал в составе 10 человек. Они приняли участие во всех категориях. В соревнованиях среди инвалидов с нарушением слуха, нарушением зрения и поражением опорно-двигательного аппарата. Все участники настроены на победу. Большие перспективы у кумерталской спортсменки Аделины Пестряевой. У Аделины уже есть победы в республиканских лыжных гонках. Настроение отличное. Началась я заниматься три года назад. Катаюсь я с удовольствием. Тренируюсь. Соревнования проходят по двум возрастным категориям. Среди спортсменов от 14 до 18 лет, а также от 18 лет и старше. На таких встречах спортсмены общаются, находят новых друзей и отдыхают душой. Тем более, что данные соревнования проходят в живописном уголке республики, говорят они. Так что участников 18-градусный мороз не пугает нисколько. В прошлом году был на биатлоне в Уфе такой, такие проходили соревнования. Я получала там опыт. И вот пригласили еще на одни соревнования. Решила еще попробовать в вашем красивом городе Кумертау. Тут природа очень так красивая. Особенно сегодня в мороз. Владимир Казаков тренирует юных спортсменов. Кроме этого, он является сопровождающим для незрячих. Так спортсмен с нарушением зрения бежит за ведущим и ориентируется лишь на его голос. Это невероятно сложная задача для самого лыжника и, конечно, требует оперативной и точной работы ведущего. Ведь одна ошибка может обернуться неудачей для спортсмена. Лыжник из города Кумертау Вячеслав Коваленко со своей задачей справился успешно. Не очень сложно. Уже занимаюсь я лыжами два года, поэтому привычно по семь километров проходим. Каждый день, вечером после учебы. Спортсменам предстояло пройти от двух до трех километров. В зависимости от категории здоровья. На всей дистанции дежурят судьи. Данный республиканский чемпионат является подготовкой к всероссийскому этапу соревнований, который пройдет в начале марта. Да, отборочный старт для того, чтобы создать команду, которая будет выступать уже на втором этапе в Ханты-Мансийске. По итогам первого дня соревнований в гонках классическим стилем спортсмены города Кумертау в своих категориях завоевали шесть золотых наград. Так первые места заняли Петр Федоров, Павел Малянов, Владимир Казаков, Олег Дроздов, Алина Емилова, Аделина Пестряева. Во второй день соревнований в гонках свободным стилем спортсмены почти в этом же составе еще раз подтвердили лучшие результаты. Также Александр Маганев и Айдар Садыков на втором месте. Алина Емилова, Вячеслав Коваленко и Александр Ливин на третьем месте. Итоговые собрания по программе поддержки местных инициатив состоялись накануне в сельских поселениях Куиргазинского района. В деревнях Тимирбаева, Шабагиш и селе Таймасова жители определились с проектами, которые они планируют отправить на конкурс. В рамках ППМИ было реализовано множество проектов в населенных пунктах республики. Но об условиях программы и ее возможностях знают не все жители. Для этого в Куиргазинском районе был проведен ряд организационных мероприятий. Консультант программы Азнабай Бадамшин посетил населенные пункты района, чтобы подробнее рассказать людям о ППМИ. В деревне Тимирбаева советом сельского поселения были заранее обозначены несколько проблем, требующих решения. На итоговом собрании жители определились с наиболее актуальным вопросом. Путем голосования они пришли к единому мнению, что необходимо отремонтировать дорогу. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас дорога хорошая была, ездить нам надо. Как бы школьники ездят, дети на учебу ездят в другую деревню. Поэтому как бы хотелось, чтобы дорога у нас как в городе, не как в городе, но лучше, чтобы было. Большинство жителей деревни пожилого возраста. Но, несмотря на это, они заинтересованы в создании лучших условий для жизни молодежи и ее будущего. Есть дела, которые можно было включить. Но мы выбрали инициативную группу у нас, такие, как активные люди. Поэтому выбрали эту программу. Ремонт дороги в деревне Тимирбаева. Вместе с консультантом ППМИ жители определили сумму, которую необходимо собрать с каждого двора для реализации данного проекта. По условиям это 15% от общей стоимости. Оставшуюся сумму при условии прохождения конкурса оплачивает район и республика. Следующим населенным пунктом, который также планирует принять участие в программе, стало село Таймасово. Его и посетили консультант программы вместе с представителем органов местной власти. Одним из основных вопросов, требующих решения, по мнению жителей села, является необходимость обновления водоканала. Для проведения раскопочных работ необходимо экскаваторное оборудование. Нам выгодно приобрести присыпное оборудование, то есть роторную косилку, экскаваторное оборудование. И по той причине, что у нас водоснабжение очень устаревшее. В Китае 80% уже устаревшее. Поэтому ежегодно у нас проблемы порывы, замена труб, замена насоса. Поэтому нам этот экскаватор необходимый нужен. Консультант ППМИ Азнабай Бадамшин подробно рассказал жителям об условиях программы и об эффективности ее работы. Собрав от населения 150 тысяч, можно сделать какой-то ремонт или приобретение на полтора миллиона, так скажем. Данная программа, она добровольная. Хотите, участвуйте, хотите, нет. Это на ваше усмотрение. Для проведения раскопочных работ, ремонта водоканала, жителям пришлось бы вызывать частную технику и оплачивать по часовой тариф. В целом это очень дорого. Участвуя в программе поддержки местных инициатив, село может получить необходимое оборудование и справиться с обновлением водоканала с меньшими затратами. Как выяснилось в ходе совещания, селу также требуются и другие прицепные агрегаты к трактору. Потому что вокруг дороги всегда бывает мусор. Там проволока или какие-нибудь полиэтиленовые бутылки валяются, они забиваются на эту косилку. А ротор все дробит и удобно. Вот поэтому. И вот потом кон 10. Кон 10 нужно для сельсовета, для вывоза мусора сельского населения. Потому что у пенсионеров, пожилых людей набирается очень много мусора, если надо будет ввозить. А пожалуйста, если у сельсовета такие техники будут, нам будет легче. Большая часть жителей, присутствующих на совете, проголосовали за покупку необходимого для трактора оборудования. В завершение встречи была сформирована инициативная группа для работы над проектом, оповещения населения и последующего сбора средств при условии победы в конкурсе программы. Последним населенным пунктом, который посетил куратор ППМИ, стала деревня Шабагиш. Ее жители уже принимали участие в программе в 2016 году. Благодаря активной поддержке населения, сельсовету удалось произвести ремонт деревенского дома культуры. В этом году шабагишцы решили снова воспользоваться выгодными возможностями ППМИ. Надо бы приобрести трактор не только на Шабагиш, но и на весь сельский совет. Потому что, особенно в летний период, когда все заняты, эти хозяйства и не могут выделить, потому что у них своих проблем хватает. А тут отдельный человек был бы и работал бы. Надо сказать, что к участию в программе сельсовет подготовился основательно. Среди населения было проведено анкетирование, чтобы выяснить основные проблемы, волнующие жителей. Много было, конечно, вопросов таких, как, например, детские площадки, дороги, водопровод. Но многие, конечно, попросили трактор. Трактор – это такое средство деревни, конечно, чтобы нам и мусор вводить, год экологии, чтобы и обкосы проводить нам было самостоятельно, а не нанимать частных лиц. И вот поэтому мы сегодня решили это собрание провести и услышать уже, на самом деле, что нам выбрать, какую проблему решить. Собравшиеся для обсуждения вариантов проекта практически единогласно приняли решение о покупке нового трактора для деревни. Куратор программы отметил инициативность жителей и то, что практически во всех населенных пунктах люди готовы активно участвовать в решении общих проблемных вопросов. Самое главное – хорошо относятся к данной программе администрации района, глава района. Ахат, я бы даже сказал, на деньги выделим настолько, чтобы получить 100 баллов. То есть по максимальной сумме, что планирует население, администрация поддерживает. Гульнас Филатова, Александр Шевцов, Владимир Кузьмин, телекомпания АРИС. В Ермолаевской школе накануне прошла 16-я по счету научно-практическая конференция под названием «День науки». Традиционно она проходит в январе, начиная с 2002 года. Приобщилась к науке и наша съемочная группа. По воле рога так случилось, и я спешу заверить вас, что конференция удачна, проводится в который раз. 100 учащихся из 16 школ района приняли участие в ежегодной научно-практической конференции. На торжественном открытии мероприятия конкурсантов поприветствовали их одноклассники. Они подготовили небольшую праздничную программу. Традиционно в рамках конференции учащиеся представляют свои работы в различных областях научной деятельности. И в этом году в рамках конференции были организованы 11 секций. Информатика, математика, физика, русский язык, география и другие. Я выступаю с работой по математике. Называется она «Вездесущая математика» или «Мир на грани глобальной катастрофы». Она связана с дефицитом пресной воды на всей Земле. Почему, как ты думаешь, это тебе сложно? Ну, потому что с каждым годом увеличивается количество стран, которые списывают дефицит в стране, в воде. И много какие страны нуждаются. И вопрос о том, как ее экономить, очень важен сейчас. Начальник отдела образования Лера Терегулова поприветствовала участников конференции и поблагодарила их руководителей за кропотливый труд. Ведь они, помимо своей повседневной учебной деятельности, отдельное внимание уделяли учащимся, которые занимались исследовательской работой. Мне хочется пожелать вам всем удачи. И сегодня не будет победителей или побежденных. То, что вы сегодня уже здесь, это уже победа. В том, что вы действительно неравнодушны к той теме, которая сегодня была озвучена. Но тема конференции, она в основном, конечно, посвящена году экологии. Но я думаю, что сегодня будут озвучены и другие направления. Как отмечают члены жюри, с каждым годом количество участников растет. А также заметно повышается качество работ. Особое внимание судейская коллегия обращает на исследовательское мастерство. Научность, актуальность темы и ее новизну. Очень много работ, когда ребята собирают приборы своими руками. Они не боятся браться за трудные задачи. Это говорит о том, что они любят физику. Очень сложный предмет в курсе средней школы. Они любят, изучают ее. И это показывает их работы. Я думаю, что победят сильнейшие. Работ, конечно, очень много. Но, как и в любом конкурсе, побеждают сильнейшие. Это именно те ребята, которые своими руками создали что-то. И сделали какие-то исследования новые в нашей области, в нашей физике. Ежегодно учащиеся работы, которых становятся лучшими, принимают участие в республиканском конкурсе Малой академии наук Башкортостана. И становятся призерами. Каждый год работа намного глубже просматривается. Намного исследовательской деятельности больше. Намного интереснее работа. И мы представляем уже лучшие на республиканском этапе. И хотелось бы отметить, что в этом году работы были вообще очень хорошие. Действительно, научная новизна проглядывалась в каждой работе. Но мы довольны. В этом году 15 учащихся, работы которых стали лучшими, продолжат борьбу на региональном этапе в городе Уфа. Это последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.